Доброго времени суток, дорогие любители футбола. Ну что, Лига Абром. Сегодня суббота. Если вы слышите мой голос и видите, как футболисты обмениваются рукопожатиями, значит, вы выбрали правильное времяпрепровождение. Лига Абром бросил он напротив Актуалтай. Первый тур, второй матч. Ну, во-первых, всех поздравляю болельщиков с начала нового сезона. Я думаю, что многие ждали его. Потому что с каждым годом улучшается игра у многих. Поэтому все интереснее становится. И сегодняшний матч показал. Много забитых голов, моментов. Интересно было смотреть. Поэтому еще раз всех поздравляю. Хорошая подача, о чем я и говорил. Будьте здрасте. Третий момент. Да, третий момент. Спасибо, счет 1-0. Да, вот Полковников с первого удара потренировался. Попробовал, да. Пристрелялся. Кормил. Я вот тут подобедал очень уверенно. Планирует и очень сильно хочет начать ее с победы. Вот сейчас, допустим, Барселона наверняка желает пробить. Поворотом бьет. И это счет 1-1. Дорецкий. Это здорово. Как положил-то, а? Это прям сочно. Это прям сочно. А это вот школа. Первый матч. Все было выполнено на хорошем уровне. То есть для первой игры это, я считаю, и по количеству мячей, и забитых, и пропущенных. То есть, в принципе, все нормально. Ну, что касается по игре, в принципе, две равные команды, видно было, вот, если обобщить, так скажем, что просто мы немножко больше ошиблись, и соперник больше воспользовался этим. Вот, а так, в принципе, я доволен первой игрой. Вот, да, игру соперник воспользовался этими нашими детскими ошибками. Ну, двигаемся дальше, в принципе, с такой игрой есть к чему расти, стремиться. Я думаю, будет положительный результат. Люска. Вот, и здравствуйте. Ну, если честно, мне показалось, что было вне игры. Это, наверное... Ну, вот главный арбитр после удара Зарецкого так с боковым взглядом и поигрались. Но ничему это не приводит. Ну, вот, как главный тренер задается вопросом, что в Брошелоне новый главный тренер, такая игра будет на следующий, ну, на этот сезон, и что ждать от команды. Что вы, как главный тренер, будете и будете менять прям кардинально в схеме, может быть, или в тактике, или... Не, ну, схему мы уже поменяли в игре. Кардинально, естественно, там ничего не будет. То есть мы отталкиваемся от тех игроков, которые у нас есть на данный момент. Вот. И которые будут у нас впоследствии к следующим играм. Поэтому все будет зависеть от этого. Кардинальных изменений здесь не будет. То есть, поэтому все, как говорится, на рельсах. Активное начало было от вашей команды. Потом вы ослабляли хватку, ну, ваша команда, или Барселона пыталась бы выиграть? Потому что начало было прям заменить, чем за вами. Да я бы не сказал бы, наверное, просто друг друга мы узнавать. Узнавали на футбольном поле, что поменялось, что нет. Поэтому вот в некоторых моментах мне, наоборот, понравилась середина у Барселоны. Вот. Потому что там есть квалифицированные ребята, которые на этом уровне, естественно, показывали свой класс. Вот и все. Вот. Какими-то моментами они, то есть качели были. Мы, они, мы, они, в принципе, вот. И по первому тайму, говорю, равная была, равная игра. Дмитрий, счет 2-1. Как вы вообще справляетесь? Для вас-то первая игра в этом сезоне за команду Барселона. Счет 2-1 в вашу пользу. Но начали-то хорошо. В первую очередь, а кто? А потом уже вы. С чем это связано? Ну, все равно первые игры всегда есть какое-то желание сумасшедшее, что-то доказать, показать, что, кто лучше готов к этим играм. Ну, и, в принципе, ребята всегда хотят показать хороший футбол, независимо от где, когда и в какой команде. Вот было заметно, что где-то во второй половине первого тайма прям явно вы встречали игроков, а кто на своей половине? Это была от тренера такая установка или вы просто сами решили не форсировать? Нету такого, что тренеры, как бы, да, перед игрой все равно говорим, там, обсуждаем где-то прессинг, где-то не прессинг. Но в игре все равно чувствуется, кто устал, задышал, ну, сели на свою половину и уже от обороны играли. Ну, все, спасибо, Дмитрий. Удачи во втором тайме. Задача какая вообще стоит на этот матч? Вот говорили, что этот матч как финал того сезона. И это матч принципиально относительно, что нужно выстоять то, что выиграли в том сезоне и сейчас нужно выиграть. Что тренер говорил, как нужно играть? Да ничего принципиального нет, обычный соперник, как и все остальные. Так что мы не придумывали. Ну, хорошо, с нами был Роман Сычев, попросил не придумывать и больше его не заценивать. Появилось у нас. Вот сейчас вот такие передачи на галки, которые не должны. Вот к чему они приводят? Вот я и говорю, ну, для чего это нужно было? Такая опрометчивая, неудобная максимальная передача приводит к Триозу. Это Зарецкий хет-трик, я правильно понимаю? Зарецкий, поздравляем с хет-триком. Должны шапки, как Манхел, сейчас ехать полететь на площадку. Я думаю, в Лиге Европы появится новая Рубика Привоза. Я дадил знаменанты. Ну вот здорово, просто Зарецкий почувствовал то, что... Какая часть тела попала у него. Сейчас вы, ох, эти бы технологии, да, которые в кадре вы сейчас. И посмотрите. Ну, кстати, мячки на удар, поворот. Здорово. На добивании первый кто? Осипов. Правильно, нет? Да. 3-2. И снова очень активно начало от и той, и другой команды. Отличный переклад. Да. Очень классная скрытая передача. А покер Зарецкого – это исключательность или закономерность хорошей проделанной работы? Ну, я думаю, что это работа его, во-первых, в команде мастеров, где он принимает участие в первенстве России. И, соответственно, это и повлияло на его голы. Плюс где-то маленько он повыше уровнем тех футболистов, против которых он играл. Вот. И поэтому тут все закономерно, все нормально. То есть он забил и неплохо действовал вообще, в принципе, по всей игре. Вот. Поэтому молодец. Отсойт поближе к примеру. Зарецкий 4. Зарецкий, Зарецкий. Нужно обязательно у него сегодня спросить, чем он завтракал, чем обедал. И дабы продолжать такие бомбардирские способности показывать, нужно завтракать и обедать тем же самым в следующих матчах. Ну, все поигроско сделать. Все поигроско сделать. Бокай здорово вылез с фланга. Левая подработала, правая еще разочек и левая подработала. Травма с учетом, он заплетелет, и здесь у него весом. Ну, если честно, у меня сразу тоже впечатление сложилось, что там коленный сустав, потому что он приземлился и неудачно, я так понимаю. Ну, сейчас еще узнаю точно. Пока точно информации нет. В начале матча ваша команда, ну, как показалось, сверху немножко так потрясела, либо просто смотрела, как от Алтай будет двигаться, потому что ваша команда спинтов немножко вас поддавила. Это просто присматривались к команде, или была такая установка? Нет, установки ждать не было. Видимо, это просто, как сказать, команда Алтай заставила нас так играть. То есть наших игроков, они маленько, видимо, были, ну, не то что в шоке, ну, маленько не ожидали того, что делал Алтай, да. Ну, потом спокойно сказали им, что нужно успокаиваться, играть, и все пошло как надо. Ну, был переломный момент, конечно, ну, мы не будем о нем говорить. Ну, хотя бы такой передачей накалять Куковицы на Сычева. Мне кажется, установка у Браселоны была с Сычевым играть вдвоем просто. Стараемся для вас, на самом деле, если что не так, извините. Ну, вот смотри, как вообще Актуалтай, ну, нельзя так позволять, своей штрафной. Да, да, да. Чайку, конечно, заварил. И снова, снова Браселона дальняя. Ой, побежка один совершенно! Недоюсь. Ах. Да, 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 сторону остановки. Вышедшего на замену. Ох, здорово. По ударам вопросов нет. Как говорится, посмотри на табло и в протокол. Да, мы поздравляем с победой команду Браселона. Может быть, еще не 4-2? А может быть, и не 4-2, а может быть, и 4-2. Да, счет 4-2. Всех максимально благодарим за то, что были с нами. Смотрите футбол, любите его, живите спортом. Всем хорошего вечера и в следующем матче. С Новым годом!